Тюминские предприятия переходят на новую систему безопасности продуктов питания ХСПП. Раньше она была необязательная, но с 15 февраля этого года ее должны внедрить на каждом предприятии, чья деятельность связана с продуктами питания. Процесс перехода непростой и может занять больше года. О том, что ХСПП даст конечным потребителям, расскажет Анна Княжева. На птицефабрике Пышминской систему ХАСП начали внедрять еще в 2013 году. А сертификат соответствия получили буквально на днях. Весь технологический процесс от закупки материнского стада до упаковки яиц находится под жестким контролем. Основной вопрос это по отслеживанию именно на производстве, на каждом этапе, на каждой цепочке. То есть есть критические контрольные точки, разработаны мероприятия, и чтобы не допустить брака продукции, все это отслеживается. Что такое система ХАСПП можно понять на примере этого цеха. Прежде чем несушка попадет в клетку, ее проверят ветеринары. Специалисты держат под контролем качество воды и корма, температуру и влажность в помещении. В этом цехе находятся 93 тысячи несушек. Их состояние тщательно контролируют. От режима питания до режима дня. Например, ровно в 12 часов здесь выключают свет. Ведь птицам, так же, как и людям, нужно отдыхать. Инструкции для сотрудников есть в каждом цехе. Каждый процесс на фабрике задокументирован. Это полностью исключает вероятность того, что на прилавки магазинов попадет некачественная продукция. Если у нас идет какое-то отклонение от норматива, то уже сразу же работает система. То есть начинает работать лаборатория, берется кровь. Ветеринарная служба обязательно уже вся обеспокоена, если что-то идет отклонение какое-то от норматива. Обязательно у нас обеспокоена служба кормления. Такую систему контроля должны внедрить все, кто связан с продуктами питания. От производителей до магазинов. Но большинство тюменских компаний аббревиатура «ХАСП» не пугает. Предприятия нашей пищевой и перерабатывающей промышленности всегда работали в этих нормах. Другое дело, что в какой-то момент мы просто это упустили. Просто это упустили. Как бы сошло на нет эта работа, сошла на нет. Но сегодня все предприятия, абсолютно все, знают, что такое пищевая безопасность. Мы работаем в очень тесном тандеме с Роспотребнадзором. Именно Роспотребнадзор будет проверять предприятия на соблюдение принципов ХАСП. Нарушителям грозят серьезные штрафы, вплоть до приостановления деятельности. Анна Княжева, Владимир Кондратьев, Тюменское время.